Сегодня около 11 утра над Екатеринбургом, без объявления военных, боевая авиация почти бреющим полетом прошлась вдоль Попитерской, над проспектом Ленина. Да, это было коварно и неожиданно, хотя коза бы лось. Точно так же, точно те же машины, на той же высоте и скорости, пролетали парадом над центром столицы Центрального военного округа, прямо над его штабом, утром дня победы 9 мая. Ну и до этого еще как минимум дважды пролетали репетируя, вроде как привыкнуть уже должны, но дело не в привычке, а в том, что изначально военные объявляли о том, что завтра, 20 июня, состоится генеральная репетиция воздушного парада в честь 75-летия Парада Победы 24 июня. А реально это случилось на сутки раньше? Наверное, это такая военная хитрость. В небе, казалось бы, не было чего-то сильно нового по сравнению с 9 мая. Летал тот же крупнейший в мире вертолет Ми-26, четверка Ми-8, новейшие модификации, четверка боевых крокодилов, летающих низенько Ми-24, транспортники Ан-12, Ан-26, Л-410, пара разведчиков Су-24, квартет истребителей бомбардировщиков Су-34 и четыре уникальных дальних перехватчика МиГ-31, которая таким составом способна контролировать воздушное пространство до 1100 км по фронту, так что летучая мышь не проскочит. И все же одно отличие было. Это Ту-134УБЛ, прилетевший, как и сушки, с Челябинской авиабазы Шагол. На этом учебном самолете с носом, имитирующим нос стратегических бомберов Ту-22М3 и Ту-160, тренируются курсанты Челябинского военного училища штурманов. Этим полетом воспользовались тамошние активисты Бессмертного полка. Военным летчикам передали знамена и около 30 табличек с фотографиями дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Таким образом, вылетев из Челябинска, совершив пролет на 400-метровой высоте над центром Екатеринбурга и вернувшись назад, этот Ту-134УБЛ совершил, пожалуй, самый многокилометровый и уж точно самый высотный марш Бессмертного полка.